Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку по названию Зуба, и вы сейчас просто не поверите, сейчас 2 часа ночи по украинскому времени, то есть это 3 часа ночи по Москве, я сижу в Зубе, добиваю последние 5 минут до двухневного режима, у меня был золотой сундук, который я поставил на открытие, у меня он стоил 48 кристаллов, я решил его открыть, чтобы набить себе 240 очков дополнительно, и вы сейчас видите, что это, блин, Лизи, мне выпала долбанная Лизи, золотого сундука, когда у меня уже 8 персонажей вроде бы, вы понимаете, 8 персонажей, еще и на бака выпали монетки, Лизи выпала, золотого сундука, видите, золотой сундук был здесь, это просто нереально, чтобы вы понимали, вот, события, а все, события закончились, ну, если что, ребятки, я награду еще не получил, то есть, я надеюсь, этот сундук пошел в награду, я выпущу следующее видео после этого, как раз уже с результатами этого события, сейчас мы просто пойдем и покатаем в каточку, блин, это просто нереально, просто сейчас выпала Лизи, золотого сундука, когда у меня уже было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 персонажей у меня уже было, там процент вообще мизерный, там может меньше 7% было, а то и меньше 5, и мне выпадает Лизи, просто это нереально, я не знаю, что разработчики, походу, они там все подкрутили, они, походу, изменили там стихаря шансы, и, возможно, этого даже нет еще в гайдах, но я чекну информацию, возможно, уже появилось что-то, ну, блин, я сейчас просто так рад, так рад, 3 часа ночи, долбаные по Москве, я сижу в зубе, добиваю ивент, и мне выпадает Лизи, это просто шикарно, надеюсь, я, кстати, в следующем ивенте займу призовое место, то есть, я достаточно много накопил очков, у меня что-то получилось около 2300 очков в итоге, в сумме, я надеюсь, этого хватит, чтобы получить персонажа, точнее, ну, чтобы замять какое-то топовое место, я даже рассчитываю на топ-3, ну, конечно, я знаю, что там не будет топ-3 далеко, но вот 5%, 100% я уже взял, и это реально круто, потому что в 5% там 2 легендарных сундука было, было 2 легендарных сундука, и сегодня уже, получается, да, сегодня, потому что видео, конечно, ночью я не выпускать не буду, поэтому это сегодня уже будет, 22-го числа, я выпущу видосик, вот это первый будет, а в следующем видосике я покажу вам, что же мне выпало, что же, получил ли я эти 5%, занял ли я какое-то вообще топовое место, это просто нереально, верите, у меня было 450 с чем-то кристаллов, вы это можете посмотреть по последнему видео, вроде бы, да, да, я там как раз открывал копилочку, и сейчас я 48 кристаллов потратил, 456 у меня было, ну, что я скажу, ребят, открывайте золотые сундуки за кристаллы, и вам больше будут попадать персонажи, а сейчас, наверное, ну, не знаю, на комбус играть, мне хочется пока что играть на никаком из этих персонажей, они не прокачаны, тут 21, тут 31, блин, ну, я даже не знаю, я даже не знаю, давайте на акулки покатаем, чисто по панчику, такие каточки на акулки, пока там информация обновится, возможно, забагалась уже непосредственно сама, ну, сам ивент, как бы он должен был закончиться через 3 минуты, но почему-то уже сейчас висит информация о том, что он закончен, ну, точнее не висит информация о том, что он закончен, просто уже нет информации о ивентах никаких, то есть, ну, логично, что, типа, уже подсчет очков идет, ну, как бы, как-то рановато делать такой подсчет очков, на мой взгляд, честно, ребята, как-то было это рановато, что это за панда такой, кстати, очень панда, он очень сильный, в принципе, вот я как-то играл на нем, вроде бы на акулки играл против панды, и он меня, то есть, на него прыгаю, я хочу сделать кусь, и он меня в этот момент отталкивает, не пойми чем, вот, серьезно, ребятки, что вы понимали, я не знаю, чем он меня толкнул, это было что-то нереальное, ого, тут девятый уровень, что-то мне не хочется на них лезть, драться с ними, потому что это баг, баг м2, это просто нереально, баг м2, что вы понимали, вот, я играю на них все, ну, на кого бы я не играл, баг просто, два шота, и я отъехал, два шота, и отъехал, сейчас мы выедем за кенгурушечкой, ой-ой-ой, я случайно на дробовик не нажал, ну, бывает, бывает, пинг, ну, не лядьте, не попал, не попал, сейчас попал, смотрите, прикол, тут есть баг, можно вот так становиться, верите, да, мне ребята показали этот баг, я его раньше не знал, оказывается, он там есть, я не видел такой баг на всех картах, то есть, ну, на всех мостах, но на этом мосте он точно есть, видите, сюда можно запрыгивать, чтобы сбивать себе трубку подводную, да, вот сюда, видите, между вот этими двумя можно запрыгивать спокойно, то есть, тут уже, наверное, нету, да, тут, видите, нету, оп, а здесь уже появился этот баг, я не знаю, работает ли он между всеми такими штучками, типа, это надо будет тестировать, но суть такая, что очень крутая штука, очень крутая позиция, главное, что ее никто не знает, видите, здесь этой штуки нету, хотя нет, здесь вот тоже есть, походу, они там текстуру неправильно сделали, походу, раз, рабы здесь немножко моста оставили, а давайте посмотрим, может быть, все-таки просто я всплыл, да, я просто всплыл, то есть, текстура пока что только там есть на данный момент, но все равно это очень круто, на мой взгляд, что вот такая вот возможность здесь поиграть, нам нужно срочно идти на нижнюю воду, я правда боюсь вот здесь сейчас пройти, блин, ну как же я сейчас кайфую от того, что выпала Лиззи, золотого ящика, просто нереально, надеюсь, он не успел засчитаться, потому что 240 очков за золотой ящик давали, я все думал, было 5 минут до конца, я думаю, открывать, не открывать, открывать, не открывать, а потом я открываю и думаю, а сейчас же выпадет, я же видосик не записываю, все это будет на камеру, в общем, ну, будет не очень круто, да, я думаю, блин, надо записать, наверное, да, и потом смотрю, у меня начинает выпадать, такой, е-е-е-е, включаю видосик, все, записываю, и, ну, и, короче, вы понимаете, а что вообще здесь хожу, надо спрятаться, там уже 3 тела осталось, я вижу, там акула, я хочу, ага, Брюс там доминирует, окей, смотрите, сейчас у нас осталась ситуация, одна акула, я акула и Брюс, что я могу сказать, там акула, я не видел, какого уровня, но мне кажется, она 9 уровня была, мне реально сейчас страшно будет на нее идти, в плане того, что, ну, это акула, и, кстати, по поводу Брюса, лучше с ним драться где-то здесь, но мы драться здесь не будем, потому что, видите, зона сближается ближе к кустам, а вот Брюс все-таки, если он умеет играть, то он будет играть на кромке кустов и ускоряться, это будет жесть, потому что он будет бегать за счет ботинков и ускоряться, ну, блин, сейчас, короче, в чем суть, на кого Брюс нападет, тот проиграет, и тот, кто останется с Брюсом, возможно, сможет победить, но это не точно, главное сейчас не спалиться, ну, что, Брюс, а все, Брюс убил, приказать, он стоит в этой бочке, блин, я буду орать, если он в этой бочке стоит, а давайте подождем, у меня есть две аптечки, блин, что за трэш, что за трэш, ребят, попробуем сейчас Брюса убить, троллю Брюса, короче, троллирую просто, я, короче, отъехал, все, это потеря-потерь, я не успеваю, короче, а нет, успел, ну, 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 как же, ну, вы видели, почти отыграл, почти отыграл, почти вытащил, понимаете, чем суть, если бы я сейчас с отхилом выходил бы из зоны действия Брюса, у меня бы снова отхилился бы, отхилилась бы, короче, отхадешилась бы ульта, я бы снова залетел с коптем и смог бы и шотнуть его, на таком тоненьком, на таком тоненьком Брюс вытащил, ну, дает, ребят, я специально не буду сейчас заходить в менюшку, чтобы не показывать вам, получилось ли у меня взять топ-1 или нет, получилось вообще взять даже 5%, ну, думаю, 5% по-любому взяли, потому что там 2, 500, или, ну, короче, там фига было очков, реально очень дофига, ого, баги, смотрите, разработчики фиксят, 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 они не фиксятся, понимаете, бедные разработчики, да, серьезно, вот, ребят, бедные разработчики, они фиксят баги, а баги не фиксятся, ну, бывает, да, ну, что сделать, такие вот баги в этой игре, они просто не фиксятся, разработчики, ну, разработчики фиксят, они не фиксят, вот такие вот плохие баги, никогда не фиксятся, вообще, эх, печаль, печаль. Разработчики так стараются, так работают. Кенгуру, конечно, хотел дроп собрать, а там ничего нету, как бы, но не обрадуется, мне кажется, когда туда придет. Ладно, погнали на водичку, поиграем на акулке. Акулка, по поводу набивания фрагов, мне акулка больше всех нравится. Хотя вот кенгуру еще хорош, вот мой десятый кенгуру очень хорош, мне понравился набивать фраги. Ну блин, вот сейчас, кстати, не успела, вы видели, юзануться дробовик, обычно я успеваю одновременно, то есть с прыжком, с ультой, в общем, ну с срывком, ну короче, с чем-нибудь я пытаюсь одновременно всегда юзануть несколько итемок. Почему? Потому что это моментальный урон. Моментальный урон плюс игра на такую скорость не рассчитана, она багается. Ну бывает, бывает, ничего страшного. И из-за этого, кстати, неплохо получается дамаж. Когда игра не рассчитана на такую скорость, когда ты просто два скилла, три скилла одновременно почти прожимаешь. Уууу, орел. Кстати, орлов десяток вообще дофига. Вот просто любая катка, любой орел это десятый уровень. Я не знаю, почему именно десятый, но блин, столько она спавнилась. Кстати, там за топ-1, если я не ошибаюсь, давали три легендарных ящика одного стопроцентного персонажа. Но я и так очень довольный, что мне дали одного стопроцентного персонажа. Кстати, ребятки, хочу вам сказать в этом видео, что разработчики у себя в фейсбук аккаунте, официальном, да, в зубах, написали, что они там, короче, накосячили, что произошла куча багов. Они сначала, типа, сделали очень легкий вхождение там в пять процентов, в десять процентов. Ну, легкий порог, да, вхождение. Почему-то всех кидал туда. Потом они сделали наоборот, еще все хуже. Типа, очень сложное вхождение в пять процентов сделали. И теперь они, короче, из-за этого два дня потеряли. Они теперь писали, типа, чтобы у тех, у кого были проблемы, ну, у тех, кто считает, что забрал, ну, наработал, точнее, получил достаточно много очков и не получил, ну, не попал там в пять процентов, в десять процентов по итогам двух, там, четырех дней, мне кажется. Ну, то есть, они писали с начала недели до конца недели, не извиняюсь. Кстати, серебряный солнечек, неплохо. Они писали, типа, там было с начала недели, ну, то есть, с понедельника по пятницу, да, они говорят, что теперь пофиксили, типа, теперь все хорошо. Типа, вот это последний двухдневный ивент, он за счет пошел. А как я понял, два предыдущих, которые я слил, как я думал, да, они за счет, оказывается, они и шли. И многим не достали с них награды за пять процентов и за десять процентов. И поэтому, типа, сейчас такая ситуация. Ну, акулку чуть не убили. Вот он сейчас офигел, я представляю просто, ребят. Кстати, тут еще золотой копье. Я его забираю. Я все забрал. Тупо фулл золотой сетап. Фулл золотой сетап, три аптечки. Это жестко. Это жестко, ребят. Посмотрите, просто себе тут болта, я с вами рассказываю по поводу того, что писали разработчики в своем твиттере. Я, кстати, уже написал им письмо официально. Там, получается, как надо было сделать. Заходите в поддержку и шо там, кенгуру. Ой, блин, жирафа. О, как это он меня пробил? О, как-то, как-то. Какой плохой акуленок, а? А что он умер? А ладно, не важно. Заберем его в аптечку. В общем, в чем суть? Еще раз объясняю. Разрабы, получается, написали в фейсбуке, типа, вы заходите в игре, в раздел поддержки. Дальше заходите там связаться с разработчиками. Потом, это в самом низу будет связаться с разработчиками. Потом в правом верхнем углу будет такой значок чатика. Нажимаете на значок чатика. Потом, типа, нажимаете связаться с человеком. Ну, типа, не с роботом, да? Там есть же у них бот официальный, от которого отвечают, да? Он что, думает, что он... Ладно, ладно, хай поживет, хай поживет. Потом, короче, у этого бота вы выбираете, типа, два варианта ответа. Там будет... Ну, бот вам предложит, типа, сначала одно действие. Ну, типа, одно действие, да? Там, как бы, у вас какие-то будут проблемы. Потом, в общем, в фейсбуке разработчики написали два пункта, которые будут... которые будут подряд предложены вам ботом. То есть бот предложит, там штук 7-8 пунктов, да, для выбора вашей проблемы. Вы нажимаете сначала один, потом нажимаете еще один пункт. Ну, этот второй пункт, это уже то, что сделали разработчики. Блин, гранатка. Ну, лол, лол. Это, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, ребятки. Неимбовый баг. Раз. И суперэффективный поладреналин 2. Зачем я с ним дрался? Вот один вопрос. Ладно, суть в чем. Давайте пока посмотрим, как тут баг дерется. Вот акулка, как дерется. Посмотрим на Эдварда. Итак, в общем, вы выбираете сначала один пункт из 5, там, 6, 7, 8 предложенных. Потом бот вам предлагает еще один, еще один выбор, да? Еще там куча пунктов, вы с ним выбираете еще один пункт. Эти два пункта, которые вам нужно будет выбрать, там написано разработчиками в пункте третьем их инструкции. Ух ты ха, миллиончик с копьем легендарным, а? И потом, после того, как вы это сделали, вам предложат ввести имя, типа свое написать, ну, типа как с вами контактировать. Вы написали имя, потом вам бот предложит написать имейл, вы пишите имейл, потом бот предложит описать свою проблему. И вы пишите, типа, вот, я там набрал столько-то очков, такого-то дня, такой-то ивент мне не попал ни в пять, ни в десять процентов. Проверьте, пожалуйста, мои очки и пересчитайте награду. В общем, я так это им написал. Думаю, в принципе, все прокатило. Ну, я так надеюсь, что прокатило. Надеюсь, разработчики делают хотя бы какую-то компенсацию, потому что там было два ивента, чтобы вы понимали, ребятки, на стопроцентного персонажа. На стопроцентного персонажа. И я в них, чтобы вы понимали, часа по три, по четыре сидел. Просто три-четыре часа я играл в эту игрушку, чтобы заполучить эти наградки. И знаете, что обидно было? То, что ничего не получил. Я понимаю, что, конечно, может, я мало стараюсь, да, там сидела. Ну, кстати, попал по вес урона, но почему-то... Ладно, неважно. Мне было очень обидно, когда я все-таки наградки не получил. Очень обидно было. Ну, просто нереально меня было обидно. Прям взгрустнул, так сказать. Никса напугал. Бывает, бывает. Ну и как-то так, в общем, оказывается, все-таки была у них там какая-то проблема. Поэтому есть шанс, что разработчики вернут компенсацию сделают, вернут награды. Возможно, даже по итогу этих очков я все-таки попаду. О, ну, блин. Гляньте, попал в меня? Бум. Зайвейдил. Не имба масочка, да? Не имба. Ой, как ему повезло. Как еще повезло. Ну, ничего. Мы зато обычную гранатку заберем. Ничего страшного. Бронзовую. Мы сейчас никса будем убивать, ребят. Все-таки он что, самый умный что ли, да? Мою гранатку забрал. Бочку мою разбил, да? Что, офигел? Ну, сейчас я с тобой разберусь. Кстати, у никса легендарная шмоточка. Да, блин. А что, вода все? А вода все. А вода все, ребят. Вода все. Здесь, смотрю, лежит дробовик. Интересно, это Никса выпил или кто-то другой? Если кто-то другой, то это будет проблема. Если Никс, то хорошо. Да, походу, это Никс выбивал. У нас сейчас, получается, открылась территория. Мы можем пойти налево спокойно. И в чем прикол? Это то, что нас никто не контролирует. Мы только что взяли пул серебряный дроп. Бак не имба. Просто двух скиллов. Два скилла баку хватило. Он даже не ультовал. Два скилла баку хватило, чтобы убить. Это была гранатка и это было копье. А может и дробовик. Я вот не заметил, что он юзнул. Ну да ладно, может и три скилла ему хватило. Ну короче, акулка, конечно, в этом плане немножко не тащит. Особенно восьмой уровень против девятых-десятых. Я вот смотрел, как я вот был на десятом уровне, не помню, вроде бы на кенгуру. Против меня был хамелеон. Он мне очень больно бил. Потом подошел Брюс, 12 уровня, к 11 хамелеону этому, который меня убил. И за два шота его шотнут лового. Это было нечто. Это просто было невероятно. По сути, вот так вот решает один уровень. 25% у вас такой большой импакт получается. Так, ну че у нас тут гранатка золотая, да? А Никс такой, нет, это была моя гранатка, как ты мог. Накажу, да? Накажу. Так, продамажили Никса Огупа и копье нашли. Пока что драться не вижу смысла, хотя нужно делать фраги. Хотя уже в принципе не важно. Чисто так по фанчику играю, просто хотел с вами поделиться. Счастен, так сказать, тому что выбил Лиззи. Хоть один из новых персонажей да все-таки выбился. Так, заберем, конечно, дропчик. Я, кстати, вот сейчас начал играть. Не багается игра, да, ребят? Баги, не, не слышал. Брюс такой, нет, за что? Оно было мое. Оооо, вот это я влез. Вот это так было красиво. Вот так надо сливаться, ребят. Ладно, думаю, на этом закончим. Думано, вообще Брюсову пофиг. А че хамелеон с этим стреляют? Ну боже. Ну хамелеон сдаёт, конечно. Ладно, в чем суть? Дебя, кстати, 4GB это с нашего клана. Челик, сейчас будет тащить. Давайте посмотрим за 4GB, как он тащит. 4GB ты попал на видос. Сейчас только найдем его. Ты только не умри, ты только не умри. Раньше времени. Ооо, он сейчас умрет. Тащи, чувак, тащи. Ладно, в чем суть, ребят. В принципе, вот такой видосик получился. Рассказал вам, че там разработчики мутят. Че у них, как всегда, проблемы возникают. Кстати, нам не показывают, как отдаляется камера. Это, конечно, фиговенько. А может, он не отдалял камеру. Эх, ну давайте посмотрим, че там 4GB у нас сделать будет. Пока он ждет, я бы на его месте уже аптечку узнал, потому что, как бы, ему одна сейчас стрела халявная залетит и шокит. Ну вот и все. Оооо, вот это он дерзкий, ребят. Я таким дерзкий. Ооо, вот сейчас бы он был с фулл КП, он бы не умер, чтобы вы поняли. Ему бы не хватило умереть. Но, как говорится, зря он не езжал аптечку. Сам такой, сам такой часто был в сборе с двумя аптечками шел. То есть, частенько такое случается. Ну, кстати, ребятки, ну пишите, кто думает, что стоит все-таки написать разработчикам. Может, они вам тоже что-нибудь вернут. Кстати, пишите, кому не за челок. Чтобы хоть примерно знать, какая там статистика была. Чтобы вы понимали, я на последних, нет, не на последних, а на предпоследнем и предпредпоследнем. То есть, это получается 16-го, 16-17, 17-е, нет, 17-е, нет, стоп, 16-е, 17-е, 17-е, 18-е. Нет, стоп, опять я запутался. Так, сейчас. 17-е, 18-е, 8-е, нет, все-таки, 16-е, 17-е, 18-е, 19-е. В общем, это были два двудневных ивента. Вот это дробовик бьет скамеленно жестко. И эти ивенты мне не засчитались. Я по ним написал, у меня на одном ивенте было 1100, это который был командный ивент, где на лопатике играть. Не особо много, конечно, набил, но все равно. А на втором ивенте, вот я вообще не помню, я помню, там очень долго задротил по ночам, по ночам, да. То ли я 1400 набил, то ли 1000 набил. В общем, я разрабатываю если я писал, что примерно там было 1000 очков на обеих ивентах, ну они могут проверить, потому что они так сами писали, что типа мы будем проверять все равно, вы напишите приблизительно, сколько вы набили очков. Ладно, вот такие у нас сегодня карточки получились, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Сегодня выйдет еще одно видео с результатами по последнему двудневному ивенту, который я потел жутком. Надеюсь, что они пригодны были. А на этом все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.